МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...где совершал в отношении них иные действия сексуального характера. Одну из девочек мужчина пытался изнасиловать. Жертвами педофила стали 9 детей. Длительное время преступление считалось нераскрытым. На протяжении 20 лет не прекращались следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Со слов потерпевших был составлен портрет нападавшего. Установить причастность фигуранта к преступлениям удалось благодаря молекулярно-генетической судебной экспертизе. Подозреваемый был задержан. В ходе предварительного расследования фигурант дал подробные показания, написал явку с повинной по всем эпизодам. Несмотря на давность лет, большая часть потерпевших опознала своего обидчика. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Тверской полиции провели мастер-класс по катанию на коньках для учащихся кадетского класса МВД средней школы номер 34 города Твери. Урок прошел в спортивном ледовом комплексе «Кристалл». Опытные хоккеисты из числа сотрудников полиции и тренер спортивной школы Олимпийского резерва по хоккею помогли ребятам подобрать экипировку, рассказали о правилах безопасности и технике катания на коньках. Полицейские вышли на лед вместе со школьниками. Твердо и уверенно стоять на коньках получилось не у всех, но всем было весело и интересно. В завершении школьников с наступающим Новым годом поздравили полицейский Дед Мороз и Снегурочка, которые, как водится, принесли сладкие подарки. Сотрудники регионального следственного комитета напоминают о возможностях обращения в ведомство по различным каналам связи. Граждане могут в любое время подать в следственное управление следственным комитетом по Тверской области обращения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействия и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Только в прошлом году следственным управлением рассмотрено более 4000 обращений жителей региона. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.